Испанский барьер В Брест приезжала Барселона Знакомимся с Александром Шкуринским Брестская крепость Лучшие сейвы Ивана Пешича О ней мечтали, о ней говорили и вот свершилось Во время жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов стало ясно В Брест едет легендарная Барселона Многие поклонники белорусского клуба моментально отвели дату матча красным фломастером И стали ждать чуда К сожалению, чуда не произошло Наши проиграли Зато антураж поединка и его напряжение еще долго обсуждались в прессе Смотрим, как это было Этого события многие ждали не один сезон И вот оно свершилось Брест принимает Барселону Одну из лучших команд Старого Света Мечты сбываются Билеты проданы, болельщики ждут с нетерпением А традиционная развлекательная предмачевая программа Лишь подправляет осеннее настроение на нужные частоты Брест Лига чемпионов Такие команды Болельцы с забывика Это честь каждого брещанина Как по мне Мы к этому готовились очень давно Ждали очень Даже вот не поспали сегодня Лишь бы попасть на матч Очень круто, очень здорово Такой поддержки, такого сумасшедшего какого-то движения Ну, наверное, мало у нас здесь в Бресте Поэтому очень большое удовольствие получаем от увиденного Либо Лига чемпионов, либо это Сеха лига Либо это просто домашний чемпионат Всегда люди ходят, поддерживают Всегда от души, всегда очень активно Болельщики постоянно гонят команду вперед Поддерживают Независимо, команда проигрывает Или ведет пару мячей Не важно Они постоянно на одном дыхании Так что очень здорово Виктория вновь предстала во всей красе Вновь аншлаг Гимн Лиги чемпионов, протокольная часть, перформанс фанатов Все, как всегда, на высшем европейском уровне На сей раз поклонники напутствовали кумиров философских Не бойтесь совершенства До перерыва точно не боялись Не дрогнули при виде ярко-кислотных каталонцев Ошибались, но не сдавались Арена чувствовала дыхание крутой игры Взрывалась, когда тащил Пешич И бурлила от восторга, когда мешковцы точно бросали по чужим воротам Брестской команде явно хотелось исправиться За недавнее обидное домашнее поражение от Весприма В первом тайме получилось Во втором не очень Барса перестроилась Разбросался дикомем И Бресту явно было не до шуток Увы, на больше мешковцев не хватило 21-29 Итог первой встречи с испанской Барселоной Непонятно, почему 10 минут перед концом Или 5 минут как бы перестали играть Надо было бороться до конца Надо было, если не выиграть Если ничего не сыграть То надо было чем меньше проиграть Поэтому, что это наша гордость Это наш дом И нельзя было так проиграться Мы много ошибались И ошибалась вся команда И я в том числе Вначале мы были на уровне Барселоны Но во втором тайме Защита была на очень высоком уровне В отличие от нашей атаки Семью голами во втором тайме Нельзя выиграть в Лиге чемпионов Мы хотели показать все, на что мы способны Обидно, что вышло наоборот Конечно, обидно всем И тренеру, и игрокам, и болельщикам Понятно, что Барселона Топ-клуб мирового гандбола И то, что белорусская команда Играет с ним в одной группе Уже очень круто Пусть мешковцы и проиграли Одному из сильнейших клубов мира Но подарили болельщикам Настоящий праздник гандбола Несмотря ни на что Движемся дальше Впереди гостевой матч С грозным вардером Команде нужна ваша поддержка Ведь только вместе Мы способны на многое Таким образом, БГК в таблице Занимает шестую позицию Дающую право участия в плей-офф Барселона первая Но плотность таблицы такова Что до испанского гранда Всего два шага А накануне белорусский гандбол Сотрясла вторая серия Битвы Титанов БГК принимал столичный СКА Напомним, первый матч в Минске Отметился невероятной развязкой Когда Юринок За считанные секунды до финального свистка Принес брещанам победу В Бресте все было прозаичнее Сходу включив повышенные обороты Мешковцы еще до перерыва Обеспечили комфортный плюс шесть И в такой зоне комфорта провели остаток матча 29-24 Итоговые цифры на табло Которое делает БГК Явным претендентом на золото Давайте послушаем Что говорили участники поединка Спасибо болельщикам, что помнят и любят Всегда хотелось показать результат Что-то у нас сегодня не вышло Что-то выходило Мы готовимся к следующим играм Надеемся БГК расслабится Подумаешь, они уже выиграли чемпионат А тут мы их и схватим за бочок Была такая напряженная игра И поэтому Силы много ставил на площадке Но главная победа И я рад, что помог команде Не важно, играл бы я 5 минут Или всю игру Главное, что выиграли Любая победа важна То ли это СКА, Гомель Или любая белорусская команда Любая победа приятна Но у нас СКА нет Так как у нас с ними дерби И у нас каждая очка, можно сказать, на счету А у нас на прямой связи со студией Пожалуй, главный герой матча Андрей Юринок Андрей, приветствую Здравствуйте, Геннадий Довольны ли вы развитием событий в матче? Да, довольны Посмотрели много видео Разобрали, можно сказать, по секундной Игру СКА И за счет этого добились преимущества В 3-4-5 мячей И всю игру, то есть Только наращивали это преимущество В концовке немного сбавили обороты И позволили армейцам приблизиться Почему? Ну, наверное, скажем так Немножко расслабились То есть 9 мячей ведешь Остается мало времени до конца игры Ну и позволили себе Как бы допустить пару ошибок Две победы над принципиальным соперником Придают ли уверенности по ходу турнира? Да, конечно, две победы придают уверенности То есть у нас 4 очка У нас 4 очка больше, чем СКА И это определенно радует То есть не может не радовать То есть команда должна страсть всем по-другому То есть мы знаем, что нам осталось Играть, допустим, 3 игры Минимум, чтобы выиграть И стать чемпионом Спасибо, Андрей Отметим, что БГК имени Мешкова Вновь на вершине таблицы Чемпионата страны по гандболу Два балафоры при одном матче запаса Гандикап более чем солидный Мы ненадолго прервемся И во второй части программы Вы увидите Знакомимся с Александром Шкуринским Брестская крепость Лучшие сейвы Ивана Пешича Наше будущее Зубр Кап набирает обороты Мы снова в студии проекта Лига Гандбола Александр Шкуринский на старте сезона Приятно удивляет За короткий промежуток времени Талантливый игрок стал одним из лидеров команды История успеха и любви Александра В нашем следующем материале Вот так спокойно вместе пройтись По Брестскому городскому парку У Александра и Таисии Получается редко У нашего героя Плотный график игр и тренировок Говорят, чаще гуляют по городу И открывают для себя новые Любимые места О которых знают только они вдвоем Каждым днем узнаешь что-то новое Новые улицы Вроде бы Брест небольшой город Но достаточно интересный И уже родной Родной, любимый город В Бресте пара живет всего чуть больше года Прошлым летом молодого перспективного игрока Заметили в краснодарском Скифе И пригласили в БГК Признается, долго не сомневался Хотелось попробовать себя на другом Более высоком уровне Так было лучше Хоть с краснодарским клубом Связывало многое Ведь только недавно Прямо на этой площадке Он сделал предложение Своей любимой Скиф играл с московской командой Кунцева Мне заранее Почувствовал, что мы выиграем Ну и до этого, конечно, планировал это событие Ну и именно такую игру выбрал Чтобы я сто процентов знал, что мы должны выиграть Ну, вроде все неплохо получилось Для меня это было очень неожиданно Меня позвали к судейскому столику Мне было даже страшно Потому что это было как-то не празднично все А такая атмосфера была угнетающая Ну а потом Саша выскочил с цветами, с шарами Было очень приятно и неожиданно Слезы счастья над букетом и заветные, я согласна С тех пор вместе Со временем Таисия переехала к мужу в Брест Здесь нашла много новых друзей и работу по душе И все это время старается не пропускать игры мужа Поддерживает его на трибуне Как и многие жены гонболистов Брестского клуба У нас раньше были ритуалы Это когда парни уже уехали на игру Они уезжают раньше за два часа Мы собирались, проводили вместе время Всегда легче, потому что ты можешь понять и поддержать Так же самое, как и тебя Потому что общее дело, оно объединяет А общая цель – победа команды И неважно, в чемпионате страны или в лиге чемпионов Нужно в каждом матче выглядеть достойно И показывать свою лучшую игру, считает Александра Однако, став лучшим игроком месяца И забросив лучший гол, скромно оценивает свою игру Отдавая должное всей команде К себе ты всегда относишься более строго Всегда хочется где-то улучшить свою игру Во всех компонентах Поэтому спокойно к этому отношусь И просто стараюсь в каждой игре Выкладываться по максимуму Но, с другой стороны, это, конечно, всегда приятно С приходом Манула Каденовца, говорит гонболист Изменился стиль игры команды Она стала быстрее во всех компонентах В скоростной гонбол сейчас играем Много комбинационных таких действий привнес в нашу игру В защите тоже поменялось И общая физическая подготовка Ну, то есть много всяких нюансов, конечно Ну, мне нравится очень работать с этим тренером Поэтому я думаю, что все у нас довольны Пока все складывается неплохо Особенно в домашних матчах лиги чемпионов При оглушительной поддержке родных болельщиков С ними и горы по колено С ними, говорит, играешь на все сто Обидное поражение, конечно, оставляет после себя много мыслей Отнимают много эмоций Но делаешь выводы и идешь дальше Он даже когда выигрывает, все равно у него есть к себе претензии Они вообще нескончаемы С моей стороны это поддержка и понимание в любом случае Будь то проигрыш или выигрыш Я все равно его люблю одинаково И все равно для меня он самый лучший Похоже, вот так выглядит счастье Вот так выглядит настоящая любовь Он, она и город гонбола Иван Пешич Все равно, наверное, у меня слабо получается Скопировать заводного ведущего матча БГК Слово профессионалу Вот как надо Спасибо, коллега Как вы уже догадались, дали лучшее спасение Ивана Пешича в новом сезоне Выбор был очень трудным Поскольку наш голкипер эффектно спасал команду не один десяток раз Начинаем с невероятного спасения Ивана в игре против Монпелье Забегая вперед, отметим, что этот сейв стал одним из многих пазлов Которые сложили итоговую победу Брещан над действующим ободателем Кубка чемпионов В самом дебюте игры против Весприма Пешич сотворил вот такое спасение Приведшая восторг в спорткомплекс Виктория Четвертое место нашего хит-парада Голкипер тащит мячи не только руками, но и ногами Одно из таких спасений вполне себе тянет на бронзовый пьедестал рейтинга К сожалению, в игре против Барсы Нога Пешича так и не сумела стать золотой И снова матч с Монпелье, и снова Пешич зажигает Двойной удар поворотом БГК – пыль для нашего кипера Второе место за двойным спасением Ивана И наконец первое место, после которого становится очевидно Кто главный творец победы над французским грандом И в завершении выпуска вернемся к Зубркап Набирает обороты уникальный в белорусском детском спорте проект Масштабный детский турнир по гандболу под патронажем БГК имени Мешкова Очередной тур принимала столица гандбола – город Брест Путь в Лигу чемпионов начинается в Зубркап Именно здесь делают свои первые шаги будущие звезды мирового гандбола Ребята со всей страны стремятся играть в этом турнире А новый сезон – это новые возможности для них стать лучше В течение трех дней Брестская Виктория была одной из арен проведения Первого тура Республиканской детской гандбольной лиги «Зубркап» Здесь, рядом с профессиональными гандболистами БГК И под пристальным взглядом Манула Каденоса Оттачивали свое мастерство и показывали себя во всей красе Ребята 2003 года рождения Из Минска, Клецка, Гомеля, Рогачева и Барановичей Все как у взрослых – своя лига чемпионов Очень классные эмоции Я очень давно хотел поиграть на арене Виктория И мне очень понравилось тут играть Это очень классное ощущение Чувствуется, что ты играешь на арене, где играют звезды мирового гандбола И ты можешь себя почувствовать и представить, что ты есть эта звезда Лидер в Бресте определился сразу – команда Минска Парни Натальи Карпилович в первый же день оформили две победы А вот борьба за второе место разыгралась нешуточная Рогачевцы, проигрывая по ходу матча, с большим трудом Минимально одолели Гомель, а следом и Баранович Львиная доля голов в этих матчах принадлежит Антону Деменчуку Который, к слову, по итогам турнира стал лучшим бомбардиром Забросив в сумме 32 мяча Где с девяти из броска хорошего, где выигрывал, где скидывали С помощью команды помогало, конечно Раньше они особо не уезжали, мы сами помним Мы занимались просто без ничего, а тут сейчас дает возможность выехать Набраться опыта И, конечно же, традиционное посещение матчей Лиги Чемпионов Несмотря на то, что все билеты на игру БГК с Барселоной были проданы Для участников Зуберкап заранее зарезервировали места на детском секторе Прямо во время матча наши парни активно обсуждали и анализировали игру Разбирали комбинации и примерялись к игрокам топ-уровня Замечательная поддержка была на трибунах у БГК Команда растерялась только во втором тайме На первый тайм был очень-очень увлекательный и было очень интересно смотреть Спасибо Зуберкапу за то, что предъявил нам такой шанс посмотреть, учиться чему-нибудь Мы рады, что мы поучаствовали в этом празднике гонгола По организации Бресту всегда можно поставить пятерку по пятибалльной системе Молодцы ребята Организация, питание, культурная программа, проживание здесь всегда на высшем уровне На этом первый круг турнира для старшего возраста завершился Далее новые соперники и новые эмоции Всего же борьбу за выход в финал в этом возрасте ведут 20 команд со всей страны Лучшие из лучших определятся только в начале мая Главный матч года примет Брестская виктория Зубрята теперь точно знают, сыграть в Лиге чемпионов реально А билборды по всему Бресту, а вскоре и в других городах об этом лишь напоминают Путь в Лигу чемпионов начинается с Зубркап И на сегодня все Любите гандбол В студии работал Геннадий Войтович До скорой встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова